Доброе утро, дорогие братья и сестры! Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы закончить небольшую серию проповедей на 13 главу 1 послания Коринфянам. Это удивительная глава о любви. Той любви, которой мы прежде всего должны являть друг к другу, будучи братьями и сестрами во Христе. И перед тем, как мы обратимся к Слову Божьему и будем вновь читать эту главу, я хотел бы кратко напомнить, почему Павел написал ее именно верующим в Коринфе. Конечно, когда он писал свое письмо или послание, оно не было разделено на главы или стихи. Это было сделано гораздо позже, уже для удобства нашего чтения. Поэтому 13 глава, она по сути начинается с пяти последних стихов 12 главы, где апостол Павел говорит о духовных дарах верующих людей и сравнивает функционирование тела Христова с тем, как устроено и работает тело человека, где каждый орган, он выполняет свою функцию и каждый по-своему важен. Видите ли, верующие в Коринфе, они считали некоторые дары более важными, чем другие. И те люди, которые обладали этими, скажем, особыми дарами, они, ну, например, они могли учить, могли исцелять, могли пророчествовать, и они ставили себя выше других. В то же время, те верующие, которые не имели вот этих особых даров, они чувствовали себя ничтожными и бесполезными. И несмотря на то, что это была очень хорошая церковь с чудесными служениями, но апостол Павел видел, что эти верующие, они нуждаются в небольшой коррекции их мышления. Потому что в том, что они считали важным, на самом деле отсутствовало одно качество, без которого любые дары, любые таланты и вообще функционирование церкви как тела Христова, оно не имеет значения. Но коринфян больше беспокоили дары, или, точнее сказать, отсутствие больших даров. Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть и просить Бога о большем даре. И далее, в конце 12 главы, в 31 стихе, Павел пишет об этом. Он говорит, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. И вся последующая 13 глава, он описывает этот путь еще превосходнейший. И поэтому сегодняшнюю свою заключительную такую проповедь на тему этой главы я назвал «Превосходнейший путь 4». Давайте мы еще раз с вами обратимся к этой главе и прочитаем все 13 стихов ее. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосерствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упозднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то помладенчески говорил, помладенчески мыслил, помладенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сие три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Ранее мы говорили с вами о любви Агапы, такой отличительной особенности христиан, божественной любви. Потому что только Бог дает силы нам проявлять такую любовь. И именно он является источником такой любви. В этой главе также записаны 15 характеристик или свойств любви. 7 характеристик того, как должна вообще проявляться любовь. Павел пишет, любовь долготерпит, милосерствует, срадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И 8 характеристик того, чего не должно быть в любви. Это характеристики с приставкой «не». И об этом мы говорили с вами в прошлый раз. Любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. И сегодня я хотел бы особо остановиться на последних шести стихах этой главы, которая, как я уже говорил, написана прежде всего церкви. Слова этой главы и проявления любви, которые здесь описаны, они часто используются в бракосочетании. Но здесь кроется опасность, чтобы не подвести эти свойства под такую романтическую любовь. Описанная здесь любовь – это не романтика. Это та любовь, которая присутствует и проявляется в любящих Господа людям, людях через Святого Духа. И источником такой любви является Господь, а не мы сами. Слово Божие, оно призывает нас являть такую любовь друг к другу, к нашим братьям и сестрам по вере. И такая любовь не перестает никогда. Восьмой стих говорит нам, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Любые земные дары, они не вечны. Верующие в Каринфе, они гордились своими дарами. Но эти дары, они даны были им Духом Святым для установления и созидания церкви здесь на земле. И только в определенный период времени. И даже несмотря на старания или попытки некоторых христианских динаминаций практиковать вот эти дары и сегодня, мы понимаем, что такие особые дары, как знание иностранного языка без его изучения или способность предсказывать будущее, они были даны некоторым верующим вот этой Первой Церкви для более быстрого распространения Евангелия в этом мире. И об этих дарах, кроме упоминания в деяниях апостолов, пишет только апостол Павел и только в своем послании в Каринфина. И больше не упоминает об этом ни в одном из своих посланий. А послание к Каринфинам, оно считается одной из самых первых книг в Новом Завете. То есть, скорее всего, эти дары, они прекратились еще при жизни апостолов. О том, когда точно прекратились эти дары, богословы спорят и до настоящего времени. И мы не будем с вами сейчас вот ввязываться в эту полемику, тем более, что Павел пишет, и он говорит нам, что в любом случае все наши знания и дары, они ограничены здесь на земле, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. И дальше в 10 стихе Павел говорит, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю ее отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. О чем апостол Павел говорит в этих стихах? Что вообще значит, когда наступит совершенное? Некоторые толкователи Библии, они считают, что совершенное уже наступило с завершением написания всех книг Библии, или наступит с восхищением церкви, и некоторые это связывают относительно ко второму пришествию. Послание Коринфянам, оно было написано четвертым из всех посланий апостола Павла. После послания к Галатам, которые мы сейчас с вами изучаем все вместе, всей церковью, и двух посланий к Фессалоникийцам. И поскольку во всех его других посланиях, а это и доктринальное послание к римлянам, и пастырские послания к Тимофею и Титу, и во всех остальных посланиях, и к Вифесинам, к Колосинам, и к Филимону, и к Филиппийцам, нигде больше Павел не упоминает, скажем, о языках, или особо не выделяет дары пророчества, о которых так ревновала церковь в Коринфе. Можно сказать, что какие-то дары прекратились уже в то время. Но то, что не подлежит никаким спорам или сомнениям, это то, что совершенно точно наступит в Царстве Небесном, на небесах, где не будет нужды уже в наших земных дарах, даже в тех, которыми наделяет нас Святой Дух. Каким бы особым даром не наделил вас Господь на этой земле, первое, что мы должны с вами понимать, это то, что без любви этот дар не имеет смысла здесь. И второе, вечности в нем уже не будет нужды. Все эти многочисленные дары, которые мы с вами имеем для славы Господа, для созидания нашей Церкви, вечности в них не будет необходимости, кроме любви. Ведь любовь никогда не перестает. Она непрестанна. Она как вечность. Она не ограничена каким-то временем. Она пойдет с нами и на небеса, где дарам уже не будет места. Ведь там точно будет один язык, будет полнота понимания. То есть упразднится всякая нужда в знании. Там не будет каких-то тайн, которые должны были быть открыты. И, конечно, там не нужно будет пророчества. И это только если говорить об указанных в стихах этих дарах. Но и все другие дары, они существуют так же временно. Любовь никогда не перестает. Как вы понимаете эти слова? Вот как вообще люди понимают эти слова? Ведь часто людям в жизни приходится сталкиваться с разочарованием в отношениях. И читая эти слова, им бывает вообще сложно понять, как такое может быть, что любовь никогда не перестает. Когда они так часто бывают свидетелями того, как заканчивается дружба, как заканчиваются отношения в браке, как иногда даже прекращаются отношения между родственниками. братья и сестры, любые отношения, будь то дружба, или отношения парня с девушкой, или отношения в браке, или же именно вот те отношения, о которых мы читали, о которых пишет здесь апостол Павел, отношения между братьями и сестрами в церкви, мы должны с вами понимать, что пока мы живем на этой земле, в любых отношениях, грех, он всегда рядом. Иногда наш эгоизм берет вверх в отношениях, иногда гнев, раздражение, или резкие слова, они разрушают порой наши отношения, случается еще недопонимание, недосказанность, или наоборот, можно сказать, пересказанность. Даже совершая совместные служения во славу Господа, или труд совместный, мы порой умудряемся иногда нарушить мир в наших отношениях. А вот здесь мы читаем, любовь никогда не перестает. И тогда у нас ничего не сходится. И не сходится, возможно, потому, что мы имеем в виду не ту любовь, о которой пишет Павел здесь. А здесь он говорит именно о любви Агапе. Греческое слово Агапе в Новом Завете часто переводится как любовь. Чем вообще любовь Агапе отличается от других видов любви? Суд любви Агапе – это бескорыстная любовь. Любовь, которая не ищет своего, но пользы другого. Любовь Агапе, она не используется для обозначения романтической любви. Она также не относится и к близкой дружбе, или к братской любви, относительно которой используется греческое слово «филия». Любовь Агапе включает в себя три вещи – верность, посвящение и действие воли. Если вы заметили, здесь ничего не говорится о чувствах. Верность, посвящение и действие воли. Агапе отличается от всех этих видов любви своей высокой нравственностью. Именно о такой любви и говорит нам вся 13 глава 1 Коринфина. Слово Агапе, оно вообще используется в разных контекстах, но в Новом Завете оно обретает особое значение. Оно используется для описания любви, исходящей от самого Бога, чья природа и есть любовь. Библия говорит нам, что Бог есть любовь. Это Его природа. Он не просто любит, Он и есть любовь. Все, что Господь делает, Он делает из любви. Любовь, которая характеризует Бога, она не является сентиментальным чувством. Он любит, потому что такова Его природа. И это выражает Его сущность. Господь любит нас не потому, что мы заслужим эту любовь, или потому что мы обладаем какими-то особыми качествами. Он любит нас потому, что Он есть любовь. И Он в Своем Слове повелевает нам это делать братьям и сестрам во Христе, проявляя такую любовь, прежде всего, друг к другу. Любовь Агапе, проявленная им, она не основана на чувства. Напротив, это сознательный акт воли, радостное решение, поставить благополучие других выше своего собственного. Братья и сестры, вот давайте представим с вами. В нашей церкви, если бы мы испытывали к нашим братьям и сестрам поверье только самую чистую и самую бескорыстную любовь, что мы совсем не будем не испытывать никакой, или чувствовать никакой боли или обиды, возможно, из-за не той реакции, которую бы нам хотелось видеть на ту или иную ситуацию, или, возможно, наоборот, на отсутствие какой-то реакции, вот другими словами, давайте мы будем любить друг друга и ожидать, и не ожидать, что мы получим что-то взамен или в ответ. И вы представьте, если мы все вместе будем такую являть любовь друг к другу, то никто из нас не останется незамеченным, и никто не будет страдать от нехватки любви. Любовь Агапе, она проявляется искренне и чисто, без каких-либо условий. И так любить возможно, потому что это Божья любовь. И она, как написано в послании к римлянам, пятая глава, пятый стих, излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вот почему такую любовь порой называют высшим проявлением любви. Она проявляется искренне и честно, и без каких-либо-то было условий. Такая любовь, она никогда не перестает. Божественная любовь, она имеет божественную природу. Она никогда не потеряет свои силы, и она не пойдет никогда на спа. Она не может прекратиться, потому что она отражает вечную сущность Бога. 13 глава завершается 13 стихом. А теперь прибывают все и три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Это красивый стих, правда? Если чуть выше апостол Павел говорит о вечном и небесном, то этот стих, я бы сказал, говорит нам о вечном и земном. Я думаю, что он имеет в виду, что вера, надежда и любовь это вечные добродетели. Но означает ли это, что все три, они будут с нами в вечности? Вера и надежда, они нужны нам прежде всего здесь, на земле. Хотя можно безошибочно утверждать, что они будут с нами и на небесах, как проявление любви. Ведь мы понимаем с вами и помним, что одним из характеристик любви является вера и надежда. Любовь всему верит и всего надеется. Но любовь из этих трех добродетелей, веры, надежды, любви, любовь больше. Любовь вообще является величайшей из всех добродетелей, потому что она так тесно связана с личностью самого Бога. А Бог есть любовь. Любовь больше, чем любой духовный дар, даже чем вера и надежда. И поскольку она неизменна, поскольку она постоянна и вечна, любовь Агапе, которую Павел описывает в этой главе, должна быть желанна для каждого христианина. И она должна быть с радостью прокликиваться к каждым христианинам. Братья и сестры, вот вместо того, чтобы беспокоиться нам о том, есть ли у нас большие какие-то духовные дары, вместо того, чтобы беспокоиться о том, какое положение у меня в церкви, или насколько я считаю важным тот труд, который я совершаю в церкви, давайте мы будем беспокоиться о том, или я бы сказал, беспокоиться об одном, чтобы нам с вами быть любящими людьми. Давайте мы будем относиться к другим с той же любовью, которую Бог показал нам в Иисусе Христе. Вот в этом и есть суть всей тринадцатой главы первого послания Коринфина. Какой урок мы можем для себя вот извлечь сюда или усвоить, изучая эту главу? Я думаю, что уроков здесь как раз достаточно много. И я молюсь о том, чтобы Бог проговорил к сердцу каждого из вас. Но я хотел бы кратко сказать о трех практических уроках этого отрывка. Первый урок. Мы должны любить наших ближних, тех, кто находится рядом с нами. Мы должны любить нашего супруга или супругу. Мы должны любить наших детей, наших родителей, наших друзей, наших братьев и сестер по вере. И когда апостол Павел писал эти стихи, он не имел в виду конкретно семейные отношения. Но если мы не являем любовь к нашим самым родным и близким нам людям, то как мы можем ожидать, что мы сможем или сделаем это в других наших отношениях, с другими людьми? Мы должны любить любовью Агапе, независимо от того, насколько внимателен к нам наш супруг или супруга, независимо от того, насколько кажутся нам верными или разумными поступки наших родителей, независимо от того, насколько неуважительными порой бывают наши дети, независимо от того, насколько порой эгоистичными бывают наши друзья, наша ответственность заключается в том, чтобы любить этих людей. Нам нужно относиться к ним так, как бы мы хотели, чтобы относились к нам. Наша цель заключается в том, чтобы любить их так же самоотверженно, как Господь возлюбил нас. Второй урок. Мы должны любить тех, кто отличается от нас. Под этим я подразумеваю тех людей, кто, например, намного младше или старше нас, у кого больше или меньше образования, тех, кто любит не ту музыку, которая нравится нам, или кто отличается от нас по статусу или положению в обществе. Мы должны любить тех людей, которые не похожи на нас. Господь хочет, чтобы мы любили особенно христиан, которые отличаются от нас. А это порой сделать очень и очень нелегко и непросто. Мы склонны тяготеть и к тем, кто имеет вот похожие с нами интересы, какие-то ценности. И в этом, братья и сестры, нет ничего плохого. Потому что мы не можем быть лучшими друзьями сразу со всеми. И это я даже бы сказал, в этом нет какой-то реалистичной цели. Но мы можем и должны стремиться любить всех, даже если они отличаются от нас. И третий урок. Наверное, он самый сложный. Мы должны любить тех, кто не согласен с нами. Когда кто-то не согласен с нами по вопросу, который мы считаем важным вопросом, и я сейчас не имею в виду какие-то фундаментальные, богословские вопросы, я имею в виду обычное какое-то несогласие, с которым порой мы сталкиваемся в обычной жизни или в процессе служения, мы можем заметить, что у нас автоматически меняется порой отношение к тем людям, которые не согласны с нами. у которых другое мнение. Но эти люди наши братья и сестры во Христе. Пусть Господь благословит нас и поможет нам быть любящей Церковью. Пусть любовь Христа, которую никто из нас с вами не заслужил, но которую он явил нам на Голгофском Христе, когда умер он за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, чтобы она давала нам сил проявлять вот эту настоящую любовь Агапе к нашим братьям и сестрам по вере. Давайте мы будем помнить, что для того, чтобы проявлять вот такую любовь, чтобы мы могли отдавать такую любовь, которая никогда не перестает, нам нужно вначале самими быть наполненными этой любовью Христа. Он, и только Он, является источником этой любви. Я эту мысль повторял несколько раз вот в своей проповеди, и это очень важно, потому что постоянно мы должны стремиться к этому неиссякаемому источнику любви. У нас самих, братья и сестры, никогда не получится являть такую любовь. Только Бог может дать нам силу любить вот этой божественной любовью наших близких, окружающих нас людей и особенно наших братьев и сестер, потому что именно такая любовь, любовь Агапе, есть отличительная черта каждого христианина. Давайте мы будем помнить с вами, что даже духовные дары, однажды они будут упразднены, но любовь, она будет существовать вечно. И всякий, достигающий такой любви, избирает тот самый превосходнейший путь, о котором говорит нам апостол Павел в этой главе. Пусть Господь благословит нас достигать вот такой любви, которая никогда не перестает, и чтобы мы избирали вот этот превосходнейший путь, в нашем следовании за Господом. Аминь. Встанем для молитвы. Отец наш Небесный, я так Тебе благодарен за то, что Ты, послав Своего Сына Иисуса Христа на эту землю, Ты показал нам этот пример величайшей любви, бескорыстной, жертвенной. Я благодарю Тебя за то, что и в это утро воскресного дня Слово Твое, оно нас учит, как нам жить, поступать в нашей жизни. Оно нас обличает, оно нас вдохновляет и наставляет, оно обнажает наши кривизны, оно показывает, где мы неправы, где мы недорабатываем, в чем нам нужно больше подвязаться, где мы, Господи, не являемся примером для этого мира. Я благодарю Тебя за этот великий пример любви великой, которую Ты подарил нам в Сыне Своем Иисусе Христе. Я прошу Тебя, помоги нам быть любящей Церковью. Помоги нам любить прежде всего наших братьев-сестер по вере. Любить так, как учит Твое Святое Слово. Любить наших близких и родных. Мы нуждаемся в этом, Господь. Мы сами не сможем, проходя и сталкиваясь с различными обстоятельствами жизни, являть эту любовь. У нас не хватает порой терпения, смирения в наших сердцах. Помоги нам, Господь, быть ближе к Тебе. Потому что, если мы не будем иметь эти добрые, близкие отношения с Тобой, постоянные, ежедневные, у нас не будут силы проявлять эту любовь друг к другу. Благослови нас возрастать в этой любви, в любви к Тебе, в любви к Церкви Твоей и в любви друг к другу, и чтобы в этом прославляться Твое имя. Имя Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93.